Добрый день! В эфире Рявунг ТВ. У нас в гостях писательница, публицист, общественный деятель Лия Артемовна Аветысян. Добрый день, Лия Артемовна! Спасибо, что пришли в нашу студию. Лия Артемовна, у нас к вам есть много вопросов в связи с ситуацией, которая сложилась в эти дни, в связи с вашей книгой. Поздравляем вас с выпуском вашей книги, новой книги. Об этом, обо всем надеюсь сегодня с вами побеседовать. С удовольствием. Лия Артемовна, самая актуальная сейчас ситуация, в которой в Карабахе возобновились военные действия, в Армении внутриполитическая ситуация очень напряженная. При этом премьер Пашинян заявляет, что он не собирается уходить в отставку, заявляет, что лишь определенные круги требуют отставки, а он как избранник народа. При этом вчера он в интервью сказал, что он себя считает главным ответственным, но не главным виновником. Ваше мнение, ваши комментарии? Вообще-то, если честно, говорить определенные круги немножко неверно. Потому что и он вставленник определенных кругов зарубежных, и здешние противостоящие ему люди тоже являются представителями определенных кругов. Это естественно. Естественно. Не может быть монолитом. Народ станет монолитом, если народ возглавит гений и герой. Войн одухотворенный, нажды. Народ станет сам по себе монолитом, потому что каждый армянин рассчитывается талантливым, творческим, гениальным. Но армяне все вместе, как и любой народ. Это дети. Дети, которым нужны папа и мама. Которые им скажут, что детки, вот эти все деньги, которые у нас есть на карусели, не потратим, а потратим на образование. Будем жить во имя того, чтобы мы были счастливы и дружны. И все вокруг тоже себя счастливо чувствовали. И мы отойдем к успеху не денежному, а духовному. Нас все будут уважать и любить. Но этого никто не говорит. Никто. Те, кто называют себя интеллигенцией, не говорят ведь о том, что есть счастье и какова, в принципе, должна быть программа развития народа. Никто не говорит. Те говорят о инвестициях, о выгодных кредитах зарубежных, о зарубежных плачках. Никто не говорит, армяне, вы зачем родились-то, Господь, Бог вас для чего сотворил. Не стыдно? Не стыдно вот так в невежестве копошиться в этих своих айфонах и глупости смотреть. Мы народ духа. Мы созданы для этого. Поэтому все города в мире, все, без исключения, построены армянами. Потому что мы умеем создать биографию любого художника, композитора, писателя, айфишного гения. Копай, шарминь. Уже неловко как-то, да, говорить, сколько можно, и это ей надоело. Сейчас ощущение, что народ потерял ориентиры, подавлен. И при этом, не знаю, как назвал Пашинян, это элитный бунт. При этом и церковь его уже... Он знает, что такое элита. Пашинян понимает, что такое слово элита. То есть народ он отделяет отдельно, элита отдельно. Что такое элита? Вокутматах. Что есть элита? Те, кто хорошо живет, те, у кого много власти, те, кто много понимает, те, кто добрее всех, те, кто красивее всех. Что есть элита? У нас ведь все размыто к чертовой бабушке. Мы разговариваем словами, которые не понимаем. Нам взяли, заменили словарный запас, пол стал гендером, неприятие глупостей стало нетолерантностью, любовь к своему народу стала национализмом. Все поменяли. Теперь вот эти люди власти вдруг стали элитой. Или же эти добившиеся успеха дизайнеры и артистки. А не элита? Вот эти безграмотные дурочки с открытыми попками и гораздо выше. А не элита? Нет ведь? А почему их так называют? Чтобы нам мозги мутить? Они не элита. Но именно благодаря вот этой путанице, посиняные схожие с ним экземпляры, будут людям еще больше портить мозги. Потому что мы всегда знали в нашем словарном запасе, есть понятие мудрец, и мастасэч, и мастон. Есть понятие совсем недавнее, советская интеллигенция. Слово интеллигенция нельзя от советского отделять. Потому что советская интеллигенция – это значит образованные, порядочные, духовные люди. Потому что советская власть базировалась на духовности и порядочности. Все евангельские истины будут перечислены в моральном кодексе строителей коммунизма. То есть можно сказать, что это бунт интеллигенции? Разделить так или все таки? Нет, это не бунт интеллигенции. Это бунт кого угодно против того, что случилось. Так же, как тогда был бунт кого угодно. Тогда люди объединились из нелюбви и ненависти, допустим, к Сержу Сарксиану. И они все, что плохое было у нас в стране, относили персонально к Сержу Сарксиану. Он не мой герой. Тем более и его предшественники, и последующие, и теперешний образец абсолютно не мои герои. Потому что они мою страну увели от ее созидательного пути, когда это была крупная промышленная республика, где у нас число специальностей и профессий превосходило несколько сот. Сейчас сколько? Таксисты, уборщицы, менеджеры, да, еще поставщики товаров в магазин. Все. Обслуживающий персонал. Да, все, понимаешь? Вот эти дурочки, которые сидят за компами и распространяют ненависть, да, и потом антиармянские силы, вот эти армянофобские политики зарубежные экстраполируют это на мнение всего армянского народа, да. Они сидят в материи от Путина, а потом армянофобы в России выступают, говорят, посмотрите, что армяне делают. А это не армяне, эти девочки безработные за 5000 травм в день так работают. Такая работа, понимаешь, она не может пойти лабораткой в научно-исследовательский институт, она не сможет стать инженером, ей негде работать. Она не может быть инженером-технологом. Она сидит за компами и пишет гадости. И она настолько дурочка, что она не понимает, что это направлено не только совсем не против адресата, это направлено против ее народа, против нее самой. Потому что она себе корешит судьбу. Советомо. Число профессий очень важно во всем. Был, знаете, в 15 веке такой первый политэконом Антонио Сера. Да. И он писал, что если ты хочешь определить богатство города, посчитай число ремесел в этом городе. Правников. Есть кузнецы, есть колесники, есть ткачи, гончары и прочее. Но для меня, как для лингвиста, это счастье. Потому что каждое ремесло включает минимум от 500 до 1000 терминов. Допустим, ты парной. Игла, лавка, нитка, виды швов, виды подолов, виды воротничков, манжетов. Это такая невероятная ширина. А что это означает? Значит, народ, у которого есть эти ремесла, имеет развитый словарный запас. Это значит, что когда в 11 веке сюда приковыляли некие кочевники, которые не знали, что такое отхожее место, они не могли иметь словарного запаса. Это значит, что наши лингвисты, которые были хорошие лингвисты, но были плохие армяне, говоря, что вот эти слова у нас из турецкого языка, они в наглую врали. Потому что не могло быть у турецкого языка слов. И вообще турецкого языка нет. Вся история вывернута наизнанку. Вот эта книжка хорошая, очень рекомендуют читатели. Вот эта книжка, опровержение вот этой всей лжи, которая накопилась в истории. И в том числе Патриса Армян. И армянство, и Армении. И она полезна. Но вместо того, чтобы смотреть, как там кошечки дерутся в этом, почитайте, слушайте буквы, вспомните. Лея Артемовна, вы всегда проявляли определенную четкую политическую позицию. И при этом вот сейчас некоторые культурные деятели, которые два с половиной года назад рукоплескали вот этой всей революцией, всему вот этому, что пришло, сейчас они вот так же бунтуют. Может, проблема в том, что вот наша элита, так сказать, не знаю, интеллигенция, они не все проявляют четкую позицию, что они вот переменчивые. А у них нету, Сарочка, у них нету позиции. Если вот у элиты не будет вот сформировавшейся позиции, будет вот такое происходить? У нас нет элиты, и не может быть, и ни у кого нет. Элита – ложное понятие. Но интеллигенция, культурные деятели… У нас должны быть патриоты-мудрицы. Вот. Не надо чужие слова использовать. Сейчас они говорят, что мы ошиблись, мы признаем. Вот из-за таких ошибок, может быть, и теряем государственность? Так разговаривают неверные мужья и жены. Ну, я ошибся. Извини, дорогая, там случайно родилось трое детей. Так не было? Так не бывает. На то и ты, мудрец. Или скажи, я дурак, и я тоже иду в шоферы. Или не говори, я ошибся, но я остаюсь политическим деятелем. Сколько можно перелицовываться? Сколько раз можно виниться? Вот как этот экземпляр, да, который говорит, в общем-то, причина во мне, но я не виновата. Так нельзя. Ты ведешь себя не как мужчина. Вообще разница есть между женщинами и мужчинами. Вот женщинам нельзя в политику. И я не иду никогда. Потому что это не женское дело. Женщина – мать. И в этом ее величайшее предназначение. Чувствует она себя мамой своих детей, мамой своих внуков, мамой своего народа. Это вопрос масштаба. Но она мама. Она не имеет права править вне дома. Мужчина – мужчина. Когда он себя ведет, непонятно что, какой он мужчина. Вот вы говорите, что это не мужское поведение, не берет ответственность на себя, не считать себя главным виновником. А при этом вот у нас тоже нестандартная ситуация была, когда супруга премьер-министра заявила, что она идет на войну, создала вот, кажется, вот этот батальон, Эрат он назвал их, в бункер ходила. А это вот пример женского поведения, армянского женщин. А вы зачем обману верите? Она супруга? Она супруга, зачем вы обманщикам верите? Они расписаны. Какая у нее вообще роль вот в этом всем? Заговорщицы. Они все заговорщики. Раз земли без заговора не сдаются, понимаешь? Я говорю не потому, что я такая проницательная. Возьмите всю историю человечества. Никогда земли не сдавались, тем более по капитуляции. Без заговора. Сперва должен быть продолжительный, глубокий, системный заговор, который потом приводит к огню, смертям и сдаче земель. Это естественная закономерность. Тут Америки мы не открываем заради. Они заговорщики. И с первого дня было известно, что они заговорщики. Но что сделали? Когда громили советскую Армению, что сделали? Закрыли всю промышленность. Со всеми нашими около тысячи предприятий промышленных, научно-исследовательских и проектно-конструкторских людей оставили без возможности существования. Следом, что открыли? Толчком было землетрясение. Всевозможные зарубежные секты. Все эти секты людей содержали. Давали им хлеб, давали масло, давали деньги. Люди потянулись туда. У тех, кого не очень с сознанием и совестью. Люди стали сектантами. Что есть сектант? Это ты поклоняешься ложным ценностям. Не божественным, а искусственным. Люди стали сектантами, их там стали воспитывать. Причем поколениями. Учти, что прошло больше 30 лет. То есть не только папа и мама стали извращенцами, их дети стали. Их там подготовили к тому, что кредет Мессия. И они приняли Мессию. Они иконы рисовали. Они молились, они продолжают молиться. На днях в коваре молились. Это идолопоклонничество, которое искусственно ложное и вредное. Ну, сделаем. А учили? Не хотите молиться Господу Богу? Молитесь, черт. А в результате получите то, что заслужили. Надо нам переориентироваться. Я не понимаю, у нас разведка есть, да? Служба национальной безопасности есть. Когда в Америке назначали в их ключевые должности людей, выходцев из Турции, где они имели или опыт работы, или генетику, или же этот английский премьер, хулиган. Есть информация, что дедушка был турком. Ну, может, не турком был, может, был испанским евреем изгнанным в Турцию. Не важно. В Турции. Жил Турция, для него ратная. Когда вам присылают президентом английского поданного, который собирался распечатать Амунсар, что у вас ушки на макушке не встают, вы не понимаете, что Англии нужны сотки и все остальные наши золотые фриски. А это значит, что будут убивать армянских мальчиков. А где армянская разведка? Где что? Слепые, глухие, котята? Нет. Тоже участники заговора. Это все заговорчики. Поэтому я так думаю, должны прийти воины. Это очень быстро можно исправить. в союзе со святыми отцами они все быстро исправят. Если мы вспомним у нас, как долго не было государственности и правила церковь, и что мы потеряли? Мы ничего не потеряли. В периоды правления церкви мы ничего не потеряли. И слава Богу, мы церковь отстояли. когда этот гигантский поклёб на покойного Манвела сделали, чтобы привести к власти эту девочку казарменную. И сразу легкий доступ был к оккупации Чмиоцина недельной. Слава Богу, слава Богу, наша церковная власть осталась жить. Стал, слава Богу, гипископ Паркев Шевстаров, гипископ Баграт Шевстаров. Вы знаете, они нас очень поддержали. Когда был наезд на семью во главе с этой Ларой Огарунян, они стали у нас за спиной. Вот мы просто на улице сплотились, родители увидели, что творится. они нас поддержали. Вот эта замечательная Карин нас поддержала. А то, что английский ставленник, олигарх, банкир составил список Армении 20. 21. А там все заговорщики. Большая часть заговорщиков. Они просто как, знаете, в этих дешевых булочных три изюминки вставляют в пустой хлеб и говорят, это булочка. Вот они так три человека вставили и говорят, это те армяне, которые вас поведут к процветанию вранью. Там все враги. Три изюминки. Вы упомянули Турцию. Представители правящей партии Мой Шаг, они сейчас говорят о необходимости развития отношений с Турцией, с Азербайджаном, про торгово-экономические связи, что необходимо налаживать, про дипломатию. Как вы на это смотрите? Готов ли армянский народ? Что это вообще? Что значит готов ли армянский народ? Тех, кто готов в утиль. Что значит готов? Что простили? Что из того, что Турция натворила за последние 150 лет? Мы вправе простить? Вправе перед своими предками, перед их прахом, по которому ходят там. Мы вправе простить? Говорят о дивидендах, от торговли. О деньгах так говорят? Самое легкое. О деньгах говорить самая легкая, Зарочка. Потому человечество так легко взяли и спустили на деньги. Это легко. Вот села на пригорок, села на попу и скатилась на деньги. А теперь поднимись. это же тяжело, надо карабкаться. Нельзя один, говорить, смешно. Ну вот представь, ходили святые апостолы по всему миру. В Эфиопию пошли, в Индию пошли, по всей Европе ходили, везде их мучили, подвергали испытаниям, в плавильные печи кидали. Они выживали. Кому-нибудь из них в голову приходило сказать, мы вам деньги дадим, давайте вы становитесь христианами. В голову единственный человек, которому дали деньги, чтобы он продался, кто был? Иуда. Эти 30 серебряников это что было? Это плата за предательство. Когда с тобой разговаривают о деньгах, всегда знаешь, что это плата за предательство. Вообще очень всем рекомендую, вообще классиков надо читать, венецианского купца, прочитайте Шекспир. Это о дружбе, о высоких идеалах, о любви и о том, что есть на самом деле деньги. каково дурацкое, низменное, подлое, пошлое искушение владеть деньгами. Это Шекспир, у него Шейлок наказан, у нас жизнь, Шейлоки правят, и от каждого из нас зависит, они будут наказаны, или мы будем наказаны за свое невежество. Потому что мало пытаться сплотиться, вот так как эти наши политические партии, надо знать во имя чего мы сплачиваемся, на основе чего. Иначе все поговорим, не только армяне, все. Жалко. Все народы рождаются для счастья. Я ничего плохого не желаю туркам. Турецкая мать та же мать. я желаю, чтобы те, кто ими правит, те, кто сегодня почти правит нами, отошли. Отошли. Пусть уйдут. Уйдут. Пусть мы будем жить по своим понятиям, представлениям и великим ценностям, которые заложены были в момент рождения народов. вот сейчас оппозиционное движение, вот вы тоже упомянули, во главе выдвигают в премьеры временные вазгена Манукяна, они тоже многовекторную политику в принципе. Слушай, многовекторную что ли, ты Богу молишься или сатане, многовекторность такая должна быть, да? Многовекторной не может быть политикой. Если у женщины политика многовекторная, она как называется, эта женщина? Что значит многовекторная политика? Вы считаете, что они могут вывести страну из этого кризиса? Я не считаю, то есть я не считаю их недостаточно умными, образованными или порядочными, но я считаю, что на этой основе не вытащат никогда. Это будет очередное и предпоследнее разочарование армянского народа. Потому что устало, устало спрашивать и этих придурков уже 40 месяцев и теперьшних. Куда ведете? Во имя чего ведете? Это ваша дорога включает 100 новых промышленных предприятий, включает бесплатное образование высшее для всей молодежи хорошо учащейся. Сейчас что получается? Сегрегация. Горожане могут учиться в университетах при кое-каком достатке? Селяне не могут. То есть у нас не будет Паруиры собак, у нас не будет Хованеса Шираза, у нас не будет этого Гернома Саарьяна, понимаешь? Все, выход... таланты рождает деревня. Деревня, она натуральная. У нее человек стоит наверху бог. Ничего не мешает, небоскреб не заслоняет. А мы взяли ее, отсекли. Думаю, случайно? Наше все градостроительство случайно, то, что стали строить дома без дворов, где дети не могут играть, соседские дети. Чалик, достань, не играют. То, что построили Северный проспект и уничтожили все голубятни города, что трудно было, если бы деньги бы кончились, если бы построили одно здание, как коллективную голубятню. А сейчас вороны летают. Это тоже не случайно, Сарочка. Все не случайно, потому что все планируется. И не потому, что я конспиролог. Просто много замечаю, много вижу. в чем вы видите выход? Возврат к корням. Возврат к корням. Кит к сире, холам сире говори. Надо не учиться. Нужно читать, нужно постигать. Нельзя быть такими поверхностными пташками, мурашками. Нельзя порхать. Я вот, меня в фейсбуке записали разные группы, да, свои члены. Я, в общем-то, не участвую, но читаю. Да, умные женщины, умные мужчины. О чем они переписываются? Зачем они тратят время на эту переписку? господи, ну, возьмите томик Чаренца, возьмите томик Толстого, я знаю, возьмите томик Гёте, почитайте. В вас такой мощный поток мыслей и духовности войдет. Запустите. Почему? Таблетки пьете, да, чтобы стать здоровее, а вот эта таблетка вам так трудна? Чтение развивает, развивает мозг. Мы от крокодила отличаемся мозгом. Не только тем, что у нас есть дух. Мозг это очень важно. Арминоид потому умеет писать балет Спартак, что у него круглая голова и мозг там лучше располагается. Мозг имеет значение. Так что ж вы получили его в момент рождения от своих замечательных предков? Что ж не используете, дураки? Жалко? Жалко, не? Ну, при этом получается, что вот руководство и оппозиционное движение, они не выводят страну, не могут вывести. так. Они не могут, они не хотят, они захотят наоборот сдать. Есть какие-то силы, какие-то люди, за которыми нужно вот последовать? Наши воины и наши святые отцы, больше никто. Сейчас церковь и воины могут вывести. Это так. Сейчас политики себя максимально дискредитировали. за минувшие 40 лет сдачи советской и постсоветской Армении они себя максимально дискредитировали. Они дискредитировали. А наше воинство и наше духовенство наоборот показало себя с максимально хорошей стороны. Про национальной, про гуманной, про человеческой, про мудрой. Где хорошее, там берешь. Ты гнилой товар покупаешь. Нет, нельзя. При всем уважении к прошлому наших многих политиков. Сегодня российские миротворцы в Карабахе ну слава Богу. Да, но при этом определенные опять круги пытаются антироссийские настроения тут развивать, обвинять Россию в том, что они как-то не успели, там опоздали, что-то не сделали, отдали земли. Зачем это делается, кому это нужно? Слушайте, как Brexit, знаете, что такое? Brexit к чему это может привести? Вообще хочет привести, к чему? Англия заново выстраивает свою империю. Ей Евросоюз надоел, она хочет отдельно создать великую империю заново. Этого турецкого последушия взяла в премьеры. его подельника прислала в президенты, другого подельника прислала сюда главным банкиром. Они хотят съесть Армению. Волк хочет кушать, красная шапочка не понимает. Говорит, бабушка, почему у тебя такие большие ушки? Волк хочет скушать, это Англия. Как центр мирового расставщичества. Это Ватикан, как центр мирового расставщичества, который все пытается договориться с Эчмей Адзином, давай я тебя назову первым, но у тебя будут епископы лесбилки. Наша самость, то, что мы настоящие, не искусственные, не фотошопенные, ужасно нервирует всех. И я тебе по-честному скажу, вот эти все золотые привязки, вот амонсары и прочее, прочее, это материальный повод. На самом деле, мы фактом своей жизни им ненавистны. Мы опасны для них, потому что мы можем служить хорошим, правильным примером. И люди вдруг очнутся и скажут, Господи, Боже мой, на что мы ориентировались на этих чертей полосатых. Они чертей полосатые. Буквально. Нас очень хочется и очень много тысяч лет определенным силам уничтожить. До сих пор не получилось и не получится. Давайте поговорим еще о вашей книге. Давайте. Да, вот недавно, я знаю, была презентация вашей книги. Это том первый, наверное, будет еще второй. Возможно и больше. Возможно больше. Я обязательно ее с удовольствием прочту. Да, вот хочу показать вот эту книгу. Вот. И я смотрела содержание, очень интригующее, потому что вы различные исторические этапы рассматриваете, причем я, насколько поняла, с религиозно-моральной точки зрения. А как еще? Можете сказать, о чем эта книга? Вот она называется «Армянское счастье» или «Павликянг». В чем армянское счастье, о чем эта книга? Я вам скажу, я когда была маленькой школьницей, мы проходили такую средневековую ересь по истории Павликян-шаржум, движения Павликян. Писалось через Янг, как любая армянская фамилия, считалось, что это от имени апостола Павла. Слушай, апостола можно называть Павла Павликом? Можно называть Владимира Ильича Ленина Вовиком? Карла Маркса можно называть Карликом? Так не бывает. Так не бывает. Притянуты за уши. И дата была смещена на два века. Было написано, что это было армянское народно-освободительное движение против арабов или против нарождающегося феодализма. А оказывается, Двинский собор еще в начале шестого века их упоминает. Все вранье. Потому что это речь шла о том, чтобы удержать христианство в своем первоначальном формате. В первоначальном формате фактического социализма. То есть людей равных в своих возможностях. То есть мы не можем быть равными. Дело в том, что движение павликян означает павликянг. Айсинька бавараж лиуцянгянг. Полнота бытия. И это нет деньги. Отнюдь. Это счастье жить среди людей. В семье, во дворе, на улице, в городе, в стране, в мире. В Чармине так легко шли и застраивали совсем чужие города и вести. Как они вдруг попали в Ланки-Доки, стали дурбадурами, дурбадур кандумы. Почему? Потому что они себя хорошо чувствовали. И люди среди них себя хорошо чувствовали. Армяне несли свет, радость. То есть я правильно понимаю, что в этой книге роль армян в мировой истории и в христианстве. И в христианстве. И в христианстве. Почему? Потому что на самом деле, если честно, христианство это первый формат социализма. Это формат равенства людей. Это формат обязательства людей быть честными, порядочными, добрыми. и их право на встречный ответ. Это здорово же. Когда связь двусторонняя, когда любовь взаимная, это же здорово. И нас квотировали двумя апостолами, которые пришли и здесь распространили христианство. Неправда все апостолы или проходили через Армению, или приходили специально в Армению, или вместе с армянами проповедовали. Апостол Томас по личному поручению Бога Матери пришел в Армению, принес нетленные пелена младенца Иисуса, нашел здесь подвижников, построил в Луры церковь Бога Матери. Эти нетленные пелена сохранил под алтарем и в дальнейшем уже Григорий Просветитель, Григорий Дусавуриевич вокруг построил дуд в Луры. Я лично знаю женщин, которые ходили туда вместе с мужьями на паломничество, потому что были бездетными и потом понесли. Теперь идете, берете кредит в банке и делаете ЭКО. Из ЭКО рождаются красивые детки. Эти детки помазаны. Богом как-то они освящены или нет. Потому что в отличие от всех христианских церквей, армянская церковь считает, что в момент оплодотворения человек обретает Святой Дух. все остальные говорят, он рождается, потом в него попадает. А мы говорим, нет, сам факт любовного соития, он священный акт. Понимаешь, то, что нам болтают про секс и прочие глупости, это же искусственное тоже. Только любовь рождает настоящего человека. любовь с большой буквы. Поэтому нельзя выходить замуж за деньги, за деньги папы и так далее. Тоже в кино видим все время. Надо выходить по любви. Когда мужчины и женщины знают, что их любовь настолько велика, что от нее родятся умные красивые дети, которые принесут добро в мир. Это Ель Мавликин. И вот я уверена читателей заинтересует, где можно приобрести книгу. Я знаю, что она не в свободном доступе. Сарочка, ты знаешь как? Все магазины сейчас очень обижены на коронавирус. И все жалуются, что к ним не приходят. Поэтому я предпочла онлайн торговлю. То что я делаю? Мне пишут свой адрес, если они живут вне Армении. И я делаю посылочки и отправляю. То есть по социальным сетям могут к вам обратиться? Да, я в фейсбуке блогер. Пожалуйста, очень рада буду. Спасибо большое, Илья Артемовна, за интересную беседу. Вам спасибо. Очень приятно мне у вас быть. Вы молодцы. Редактор субтитров